Итак, дорогие, я сегодня хотел бы с вами поговорить, немножко поделиться с вами на важную тему. Это тема состояния, которое внутри нас во время служения. Во-первых, я хочу каждому из вас сказать, что Богу служить можно в разном состоянии, и в плохом, и в хорошем, но нужно знать, что плохое состояние – это следствие работы дьявола. Писание говорит нам, 12 глава Римлянам, и здесь такие очень ключевые слова в 11 стихе. Павел говорит, в усердии не ослабевайте, «Духом пламенейте, Господу служите». В усердии не ослабевайте, «Духом пламенейте, Господу служите». Когда ты служишь Богу, очень важно для тебя сохранить внутренний огонь. Вы должны знать, что то, на что покушается сатана, он всегда покушается на то, чтобы сломать твой дух, чтобы угасить твой дух. Если ты будешь читать послание Павла, а помни, что апостол Павел – это самый такой, можно сказать, эксперт, человек, который познал духовный мир, который имел огромный духовный опыт в служении Богу и в познании Бога. И если ты будешь читать его послание, то ты увидишь такую картину, что он в посланиях, у него есть такие стихи, как отдельные. Вот, к примеру, «Духа не угошайте». И он говорит именно о Духе. «Духом пламенейте». Обращая внимание наше на наш дух, на наше внутреннее состояние. Потому что сатана, он хочет, чтобы ты, как служитель, ты потерял огонь. Кто-то меня слышит сейчас или нет? Дьявол хочет, чтобы ты, как служитель, потерял огонь. Чтобы духом ты угас. Сегодня слово, которое я сейчас говорю, друзья, я говорю его особенно для тех людей и также телезрителей наших, которые в служении. Вы должны знать, что огонь сам по себе, он может не гореть. То есть ты зажигаешься. И есть моменты, когда Бог, Он зажигает тебя. Когда Бог поднимает в тебе пламя. Но запомни, сохранить это пламя, должен ты. Сохранить этот огонь, должен ты. Когда-то я читал первый раз книгу пастора Йонгичо о четвертом измерении. Вторым пунктом было «Храни пламенное желание». И вы знаете, когда я прочитал этот пункт «Храни пламенное желание», я получил мощное откровение. Почему у меня и получилось потом войти в четвертое измерение. Что оказывается, я зажигаюсь мечтой, я зажигаюсь в своем духе каким-то желанием. У вас такое есть или нет? Ты начинаешь об этом молиться, ты начинаешь верить, но потом приходит какая-то точка пиковая, точка какого-то накала, нежелания, когда момент, когда все оставляют свое желание, когда все оставляют свою мечту. У всех людей, чтобы вы знали, это одинаково работает. Есть точка, где все оставляется. И вот этот рубеж, его, чтобы пройти, его, чтобы пройти, нужно знание о том, о чем я сейчас учу. И сегодня вы получите эту пищу. Послушай, что в этой точке ты должен наперед знать, когда ты начал молиться, когда ты начал мечтать, когда ты начал во что-то верить. Будет точка, в которой ты на 50% можешь все оставить. Но 50% у тебя есть, что ты победишь. Если ты будешь к этому готовиться, то ты пройдешь. И вот смотрите, хранить пламенное желание. Когда я читал эту книгу, я получил откровение об этом. И я понял, что нужно войти в это состояние, чтобы этот рубеж пересечь. И я в 2004 году, конференция посвящена именно этому моменту, я стоял на коленях каждый день. И пришел момент, когда я уже не чувствовал никакого огня, когда я не чувствовал никакого желания, когда я не чувствовал вообще, что мне чего-то хочется. Но я остался на коленях в этот момент и решением своей воли сам себе сказал, я сохраняю пламенное желание. И с огнем продолжал молиться. И тогда я вошел в ту сферу духовную, где человек получает ответы. Когда ты в служении, пойми, служение – это мечта. Многие люди, они мечтают о служении. Но когда они входят в служение, приходит момент кризиса, приходит момент давления, приходят испытания, приходят трудные ситуации, приходит момент, когда ты с чем-то не справился. И в этот момент огонь начинает угасать. И вот, братья и сестры, послушайте, очень важно для нас, чтобы огонь внутри нас не угас, чтобы пламя, оно горело, чтобы спустя годы ты по-прежнему горел внутри, в духе. Прошло 10 лет. Посмотрите на людей, которые верующие, к примеру, по 15 лет. Вы можете найти таких людей, которые уже не горят. Скажите, вы видели таких людей? То есть они уже, как будто все закончилось в их жизни. Никакого духовного начала не может быть. Для них так все выглядит. Потому что они утратили, то есть дали этому огню погаснуть. На самом деле, понимаете, в чем суть? Что, когда проходит 15 лет твоей христианской жизни, ты должен гореть еще больше. Когда проходит 20 лет твоей христианской жизни, тебя еще больше этот огонь должен охватывать. Многие, которые начали служение, они начали его с огнем, но, пройдя небольшой путь, потеряли его. Теперь послушайте, что нужно, чтобы сохранить огонь. Вы, во-первых, прежде чем скажу, послушайте, вы должны знать. Бог, Он не отвечает на молитвы людей, которые в духе своем не горят. То есть, если лидер ячейки, он в духе не горит, но Он молится, потому что нужно, Ему нужно на ячейку идти, Ему нужно, чтобы люди спасались. Он умом своим служит Богу. Он служит Богу, может быть, своими обязанностями, но дух его, он не горит, и у него из-за этого все не получается. Нужно уметь гореть духом, даже в испытаниях, даже в трудных ситуациях, даже когда тебе больно и когда тяжело, твои плоти, твой дух должен гореть. Кто-то, аминь, скажет на это? И Бог, Он отвечает на твои молитвы, когда твой дух горит. Когда, к примеру, у пастора, у него дух не горит, а что значит не горит? Он мертвый. Просто дух, он как умирает у человека, приходит в нейтральное состояние. У него нет этого огня. Что происходит в этот момент? Он проповедует Слово, но Бог не движется. Поняли? И потом кто-то другой, который, к примеру, может быть не такой опытный, может быть не такой умный, но он горит в духе, и он говорит простые слова, Иисус вас любит, друзья, и Дух Святой начинает двигаться. Понимаете? Потому что Дух Святой сотрудничает с твоим духом. И если дух не горит, то это проблема. Это проблема. Когда твой дух горит, ты должен знать, на твои молитвы будут всегда ответы. Твое сердце, оно должно гореть для Бога. Понимаете? Тебе дали, к примеру, брошюрки, и ты пошел раздать брошюрки. Если твой дух не горит, ты думаешь о том, как их отдать скорее, эти брошюрки, и пойти домой. Понимаете меня? Многие люди, я видел это, садишься в машину к человеку, а у него лежит пачка этих газет. Он их так и не раздал с прошлого собрания. Заходишь кому-то в дом, а у него в прихожей стоит несколько пачек. Мы такое видели. А один служитель, мы такого видели тоже, христианин, ко мне пришли и говорят, ты знаешь, что он сделал? Прям видели люди. Он подошел, в мусорное ведро выбросил, вот такую пачку, тысячу газет. А почему? Когда у человека дух не горит, он так поступает. Когда у человека горит дух, он молится, Господи, я прошу тебя, спаси через меня людей. Спаси через меня людей. Он дает эту газету, он старается познакомиться с человеком, он старается этого человека увидеть уже в духе спасенным. Аминь. И так как его дух горит, святой дух начинает сотрудничать с ним. Понимаете, это очень важно, чтобы мы все горели. И даже когда приходит испытание, нужно оставаться горящим. Даже когда дьявол приходит и в лицо тебе говорит, говорит, какой огонь, какое служение, посмотри на себя, ты никому не нужен, да у тебя все плохо, да ты неудачник, да вообще брось все, да это церковь, да все, заканчивай. Заканчивай. В этот момент нужно гореть в духе. И тогда ты победишь все испытания. Аминь. И вот смотрите, для того, чтобы этот огонь был, нужно знать одну тонкую вещь, о которой сегодня я решил вам рассказать. Можешь себе записать это. Не дай служению превратиться в рабство. Наслаждайся от служения. Не дай служению превратиться в рабство, то есть в работу. Вы знаете, мы часто используем эти слова труд, работа, и мы можем попадать в это. Но мы должны ловить наслаждение от служения. И это секрет. В тот момент, когда человек, он перестает ловить наслаждение от проведения домашней группы, он уже становится в позицию контроля и рабства. Он уже никогда не сможет принести плода. Запомните, друзья, служение нужно любить и наслаждаться им. Когда я начал свое пасторское служение, это было еще в первом моем городке, в Перещепино, и пришел момент, когда мне стало так тяжело, что служение для меня стало огромным бременем. И я вам скажу откровенно, я начал испытывать плохие чувства к этому. Я начал чувствовать, что оно просто тяготит мою жизнь. Мне было тяжело об этом думать. И в один момент я пришел к Богу, и я помню, как Бог меня научил. Он сказал, ты, просто ты еще душевный, и ты любишь то, что любят все люди, и ненавидишь то, что ненавидят все люди. А теперь ты должен стать духовным и полюбить то, что люблю я. Вспомните слова из Писания, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. И, чтобы вы знали, в откровении говорится, он говорит, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. То есть, нужно научиться любить то, что любит Бог. И когда я это понял, что мне нужно полюбить служение, и я понял секрет, о котором я сейчас вам говорю. Дорогие друзья, пастора, послушайте меня по телевидению, послушайте. Научись ловить наслаждение от служения. Научись ловить наслаждение от молитвы, от служения, от того, что ты делаешь. Соломон говорит, что это счастье наслаждаться делом рук своих, от трудов своих. Видеть. Понимаете, мы духовные люди. Наш плод, это когда мы видим спасение людей, когда мы видим, что люди, они теперь знают Бога. Когда мы видим исцеленных людей. Это наше счастье, когда мы видим спасение людей, когда мы видим покаяние людей. Мы должны полюбить то, что любит Бог. Потому что, если мы останемся душевными и будем любить то, что любят все люди, то мы будем, Писание говорит так, есть, пить, гулять, потому что завтра умрем. Это девиз душевных верующих. Они сегодня от жизни хотят взять все плотское, но дух ихний уже не горит. Так вот, послушай меня. когда ты нашел наслаждение в служении. Вот давайте все вместе вот сейчас одну секундочку вспомним. Вот вспомни тот момент, когда ты вот просто переживал невероятный огонь и кому-то проповедовал, кого-то спасал. Ты шел на край этого города, чтобы кому-то донести Евангелие. И ты так старался, и тебе это такое наслаждение принесло. Кто из вас помнит этот момент? Все помнят? Потому что огонь загорался в тебе. Я помню, когда я принял Иисуса, вы знаете, со мной произошло что-то. Вы даже о себе не представляете, потому что у меня получилось, что я получил исцеление и пережил рождение свыше до того, как я попал в церковь. И я о Боге ничего не знал, только так, с разговором. У нас там был один верующий парень, баптист, а второй был, он был его звали Дима Иудей, он был правда Иудей, и он постоянно обколется наркотиком и сидит и говорит Иудеи спасутся. Вот это все, что я знал, что Иудеи спасутся. Сейчас он в нашей церкви, в служении, все нормально с ним уже давно. Он правду говорил Иудеи спасутся. Он спасся. Но я вам скажу, что вот эти два парня, они были очень интересные, но смысл был в том, что когда я пережил Иисус, то первое, что мне хотелось, я чувствовал, я делал это, потому что это внутри меня жило, я проповедовал другим людям. Скажите, у вас так было? Ты сразу говорил другим людям, Бог есть. И я говорил, Бог есть, Бог меня исцелил. послушайте, Бог есть. Я говорил так, как знал. Я бывал, и вспоминаю, что я говорил. Я не все понимал еще, но говорил хорошие вещи о том, что Бог живой. Аллилуйя. Я на улице подошел к одному парню, и это был вот этот вот Иудей, подошел к нему на улице без 15, 6, мороз, зима, утро на работу ехал. И так вот стою на остановке и говорю, я верю в Бога. А он мне стоит и отвечает, как в Создателя или в Седержителя? Он философ конкретный был. Я разве не понял, не понял, о чем речь. Ой, Боже мой. Просто поймите, когда у нас горит огонь, то нам рот не закроешь. Мы на остановках, мы везде говорим о том, что мы верим в Бога. Так или нет? И Бог хочет, чтобы это состояние у нас было через 15 лет нашей христианской жизни. Эмэн! Чтобы оно не погасло никогда. сюда, и я вам говорю, если ты найдешь наслаждение в Боге, если ты найдешь наслаждение в служении Ему, если ты найдешь наслаждение в молитве, этот огонь прибудет с тобою. Это тонкий момент. Понимаете? Это то, что я говорю. Это так серьезно, если бы вы знали. Если только ты потеряешь наслаждение, если ты только поймаешь эту волну, что служение это бремя, что это трудно, что это ответственность, что это обязанность. Если ты поймаешь эту волну, понимаешь, ты работать начнешь. Слово работа от слова раб. Понимаете? И ты станешь... Кто хочет быть рабом? Мы говорим, мы рабы Божьи. Амэн. Сто процентов. Но ты становишься рабом уже не в этом смысле. А ты попадаешь под контроль и под давление. Понимаете, о чем я говорю? И когда ты поймал это, ты долго не выдержишь. Ты уровень свой не поднимешь. Никогда. Поэтому есть вот эта способность. Способность насладиться служением. Способность. Ты сам должен себя настроить. Как Иисус говорит, полюби то, что я люблю. Полюби то, что я люблю. Полюби то, что я люблю. И Он как бы тебе говорит, перестрой себя. Это есть жертва. Это есть сокрушенный дух. Это есть смирение. Кто-то слышит меня сегодня? Это есть смирение. Понимаешь, когда ты себя перестраиваешь внутри, это есть смирение. Гордый человек, он никогда себя не перестроит. Правда или нет? Он говорит, я свою жену не люблю. И все. Но смиренный человек говорит, послушай, я свою жену люблю. Почему? Потому что он смиренный. И он сумеет свои чувства направить. Правильно или нет? Понимаете, о чем речь? Вот это то, что от тебя ждет Бог. Огонь внутри тебя не угаснет, если ты сумеешь внутри правильно себя настроить, если ты сумеешь внутри наслаждаться, если ты начнешь просто не переживать давление. Понимаете, дьявол, он всегда хочет показать тебе какие-то плохие стороны в служении. Посмотри, ты ответственный, посмотри, это давление, посмотри, у тебя не получается. О, посмотри, о, как это трудно. Если у тебя будет большое служение, да ты же вообще, как жить, как жить? А жить, когда? Понимаете, и человек начинает просто видеть в негативе все. А когда ты видишь все в негативе, ты долго не выдержишь. Вот почему, запомните, смотрите, я вам показываю. Если вы этого не делали, то я это делал. Я анализировал христианский мир, то есть исследовал церкви. И я видел, что люди начинают служение, и примерно вот через пять лет многие люди не выдерживают. Ну, тупо не выдерживают. Вот просто начинают сдавать позиции. Человек может даже в служении оставаться, но так, никак. А многие вообще бросают, многие вообще уходят с церкви. многие люди, они не выдерживают какого-то напряжения. А почему? Потому что они внутри допустили давление на себя. Знаете, как вот можно допустить давление, которое ты сам допустил со стороны дьявола. А думать, что на тебя давит церковь. А думать, что на тебя давит ответственность. А думать, что на тебя давит служение. выходит один проповедник проповедовать. И начали рассуждать на этом. Он вышел и говорит, я попал под контроль. Ну, кто-то сидел там в зале, говорит, я попал под контроль. Реально. А вы знаете, что это бывает вообще? Вы в курсе, что есть такие вещи? Однажды я проповедовал на Ледовом дворце. И я вышел, а там целая группа пришла. И они там, видать, несколько дней там постились. Я не знаю, что они делали, но они такие серьезные ребята. Так молились против меня, что я реально встал вот так на сцене и, представьте, и забыл вообще. Даже как меня зовут забыл. Вот так, вот просто встал и стою, вот так и смотрю. И я помню вообще полный провал вот так вот в голове. Такое давление сумасшедшее. Ну, просто невероятно. Вот сказать кому, это если не переживал, ты не поймешь никогда. Даже не помнил, как меня зовут. Вот такое исчезновение в голове, провал. Я помню, я стою и говорю, Дух Святой, говорю, ты мой друг. Помоги мне сейчас. Я ощутил, что Дух Святой так рядом со мной стоит. И Дух Святой только раз меня наполнил. И у меня такое, как озарение в голове. это такое было служение, и я вам серьезно говорю. Такое служение. Я признаюсь вам, я и в Духе, и по плоти, я так и разозлился на дьявола. Я о нем уже рассказал все, что только можно. И уже этих бесов там изгонял так, что, ну, контроль может быть. А однажды, вот так разбирались с парнем, и оказалось, мы начали говорить, а оказалось, что он попадает под самоконтроль. Поняли? То есть никто его не контролирует. Но он сам попадает. Он выходит на сцену, он переживает и начинает попадать под этот контроль, под давление. Любой человек может выйти на сцену, вот все же сейчас, ну, умные, правильно, такие люди. А сейчас, вот выведу тебя на сцену, дам микрофон, и может такое быть, что ты попадешь под давление. И чем больше публика, тем больше давление. Вы знаете или нет? Не все люди могут выйти перед большой аудиторией и сразу сказать, надо время, адаптация. Но смысл в чем? Так в служении человек может ничего не делать, и ему станет тяжело. Теперь поняли секрет? Ничего не делать, и ему стало тяжело, и он не выдержал и сорвался. А другой человек, он может двигаться в служении, горы сворачивать. И говорит, и мне легко. Я вам рассказываю секрет. Почему? Потому что человек, который горы сворачивает, он любит свое дело, он наслаждается, и он этому огню дает еще больше разгореться. Теперь вы поняли это или нет. И из-за этого ты можешь новые горизонты. Аллилуйя! Аллилуйя! Возьмем это. Аллилуйя! Возьмем. Возьмем это. Возьмем и то. Ты все можешь. Ты хочешь на молитву? Хочу. А ты хочешь быть ответственным за домашнюю группу? Хочу. Ты хочешь на евангелизацию? Хочу. И смотришь, как у тебя в жизни все. Вау! Одни чудеса! Так или нет? Другой говорит, я ничего не могу. Мне поручили вот этого одного наркомана. И я вот это хожу с ним, я уже сорвался и накололся. Спрашиваю, почему я не выдерживаю такого давления? И давлять, давлять мене. Давлять мене. Це таке давление, це таке давление. Це столько служения. Столько служения, столько работы. Ты шо, я три раза посетил его за этот месяц. Человек сам попадает под это. Это выбор. Можно сегодня быть пастором статтысячной церкви и радоваться жизни. Скажи, ами. Вы теперь поняли, о чем я говорю или нет? Потому что ты любишь это. Ты кайфуешь от этого. Извините за это слово. Кайфуешь. Тащишься. Простите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok